Приветствую вас и постараюсь ответить именно на ваш вопрос, который вы задали, потому что именно это является тем, что вас беспокоит. Именно за это вы пришли к нам на сайт. Итак, вы пишите, что трепали девушке нервы, она не выдержала и от вас ушла. Вы готовы меняться ради нее, но ей сейчас от него не волнует. Значит, вот сам факт того, что ваша девушка говорит о том, что она не возвращается к бывшим, как раз таки свидетельствует о том, что ей не все равно. Почему? Потому что если бы человек действительно безразлично относился к вам, допустим, то я бы сказал, ну, откуда я знаю, все может быть. И то, что она так говорит, это значит, что в ней еще есть обида. Обида на вас. Тем более, если она любила. Обида на вас и отсутствие веры, точнее, в том, что вы действительно изменились. То есть она считает, что вы могли измениться, конечно, но эти изменения не... Как бы недолговечны, и как только она к вам вернется, вы тут же будете вести себя по прежде. Соответственно, что нужно вам сказать? Два момента, которые нужно раскрыть. Первое, это субъективно. То есть то, что касается вас. Заранее прошу прощения, если вам будет что-то неприятно слышать, я хочу вам только помочь и ничего больше. Понимаете, меняться для кого-то, это все равно, что зависит от реакции другого человека. От реакции толпы. Вот представьте, что вы выходите на сцену, вы известный исполнитель. Выходите на сцену и вам люди грешат, чтобы вы там, допустим, вместо рубашки надели футболку. Вы идете и одеваете футболку, и вы носите эту футболку до тех пор, пока вам вновь не уговорят, чтобы вы надели, скажем, куртку. И вы одеваете куртку. То есть, по сути, вы придаете свои взгляды, свои ценности, свои интересы ради интереса других людей. Вы теряете себя. Вот это очень плохо. Вряд ли это увеличит ваши цены в глазах девушки. В первую очередь. В первую очередь, это потому, что вас волнует сейчас она. Но на самом деле, это вряд ли получит и ваши собственные цены для вас самого. И это еще у вас нет, на самом деле. Поэтому, если вы изменились, вот вы говорите, что вы готовы меняться. То есть, вы еще не начали меняться, вы только готовы меняться, если она согласится к вам вернуться. Понимаете, получается, знаменитый круг. Она не возвращается к вам, потому что вы только готовы меняться, но не меняетесь, а вы ждете того, что она вам даст надежду. Проблема заключается в том, основной момент, что если вы понимаете, 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 что ведете себя неверно. Вот вы припали нервы для своей девушки необоснованно. То, в таком случае, это поведение является неверным. И является заседомо плохим для вас, несущим отрицательный эффект. Соответственно, вне зависимости от того, вернется к вам девушка или нет, определенные выводы из вашего поведения нужно сделать. Хотя бы для того, чтобы другая уже девушка не оказалась в положении вашей девушки предыдущей. Чтобы с ней у вас все получилось. И, соответственно, менять свое поведение вам нужно уже сейчас, вне зависимости от того, вернется к вам девушке, нет, ради себя. Менять свое поведение вам нужно ради себя. Если вы действительно осознали свои ошибки, если вы поняли, что вы поступали неверно, то менять свое нужно ради себя. И если вы будете делать это ради себя, то все люди поймут, в том числе и девушка поймут, что вы действительно осознали ошибки, изменились. Если у девушки остались какие-то чувства, она обязательно к вам вернется. Но только если эти изменения будут продиктованы искренним пониманием ваших ошибок. Дальше. Говорят теперь про объективный момент, то есть момент, связанный с вашей девушкой непосредственно. Что нужно сделать? Для начала оставьте девушку в покое, то есть никак ее не беспокоить сначала. Дайте время ей отстыть. Вы видите, что она без вас счастлива. И мы не можем знать, допустим, уже это счастье или действительно она счастлива. Так то, что она так себя ведет. Значит, сам это нужно принять. На данный момент, сейчас, в силу свежести воспоминаний о ваших отношениях, она скорее всего не будет с вами общаться. Она будет вас избегать в силу негативной ассоциации с вами. Значит, нужно выиграть несколько недель, может быть месяц. После чего предложить общаться с ней как с друзьями, то есть на брючке основной. Исключительно свободное, непринужденное, ни к чему не обязывающее общение. Если девушка на него согласится, то значит, это крайне шум. Для вас это является очень большим достижением. В процессе этого общения вам нужно всяческой девушке поддерживать, всяческой дарить ей позитив, показывать, что вы изменились, но ни в коем случае не говорить про отношения. Рано или поздно, если вы будете работать над тем, чтобы она вам доверяла, чтобы ваше общение было как можно более непринужденное. Рано или поздно возникнет ситуация, при которой девочке понадобится ваша помощь, потребуется ваша поддержка. Вот тогда вы придете ей на помощь, и поможете ей, и она убедится в том, что вы надежны. И она убедит, что вы реально изменились. Все вот это вот то, что вы делали до этого, все вот это вот доверительное отношение, приведет к тому, что девочка убедится, вы изменились. И опять-таки, если чувство к вам у нее остались, она их проявит. Если нет, ну что ж, время ушло. Если чувство к вам действительно ушли, то их назад не вернули. Друзья насильно заставит любить другого человека, к сожалению. А может быть их счастье? Никто этого не знает. И наконец, последнее, что я вам хотел бы сказать, это по поводу того, что она без вас счастлива. Вы знаете, вы написали, что девочка любила вас, но не написали, любили ли вы ее. И если вы любили свою девушку, то для вас, по идее, достаточно, что она счастлива. То есть, она счастлива, раз вы любите ее, любите искренне, то и вы счастливы, а счастливы вам. И не важно, с вами она или нет. А если вам нужно ее вернуть, значит, она вам для чего-то нужна. Если она вам для чего-то нужна, значит, вы используете ее как средство от счастья. В таком случае нужно понять, а как средство для чего вы используете ее, что вам нужно, чего вам не хватает. Чтобы добиться этого самостоятельно, стать независимым партнером в личных отношениях. И в личных отношениях просто выступать уже именно так, как независимый партнер. Чтобы человека воспринимать как самоцель, а не как средство. Если вы действительно девушку воспринимаете именно как средство, то тогда нужно понять, что средство к чему. Потому что ничего удивительного в таком случае нет, что ваши отношения закончились. Ни один человек не будет терпеть, если к нему будут относиться именно как к средству. Нормальное отношение к человеку, это когда он есть самоцель, то есть вы стремитесь что-то делать именно для человека. Конечно, я могу ошибаться, и может быть мне только показалось, но если так, то обязательно над этим подумайте. На этом все, если у кого какие-то вопросы остались, обращаюсь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго. Продолжение следует...